Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Как найти своё место в жизни? Мне уже 33 года, я до сих пор не знаю, кем хочу стать, в плане того, что может приносить деньги. Я не знаю, кто по профессии, то есть какая профессия мне подходит или предназначена для меня. В данный момент у меня 4 профессии, ни одна из них не принёс достаточно денег, чтобы я могла выжить. Это значит, что значит, что это всё не моё. А что-то моё, непонятно. Когда я работаю на нормальной работе и все мной довольны, я не чувствую себя на своём месте. Это работа физическая, не требует большого ума. Я её воспринимаю как временную подработку и могу продержаться не больше двух лет, а в худшем случае две недели. Я сама редко увольняюсь, обычно это начальство, мне нравится слишком благородный подход. От коллег я тоже часто слышал, что такое, как мне, на такой просто работе не место, и я с этим согласен. С другой стороны, я недостаточно умна, чтобы идти учиться на какую-то профессию, потому что у меня в школе учёба не шла никак. Я выучилась за деньги, получила профессию, но на работу меня никто не взял, и я поняла, что это не моё. Чтобы понять, что моё, мне придётся выучить огромное количество профессий, но каждый занимает очень много времени и денег, и мне жизни не хватит, чтобы угадать, что же всё-таки моё и приносит прибыль. То есть, на профригорность я приходил, и каждый раз у меня был один и тот же результат. Я могу заниматься всем, то есть могу со с кем угодно, на все мои способности. Это меня расстроило, потому что это скорее звучит, как мне нет места в этом мире. Я тогда старался ориентироваться на то, что мне нравится, не обращая внимания на то моё. Это не моё, я занимаюсь тем, что мне нравится. Но, во-первых, кушать тоже хочется, а во-вторых, я всё равно чувствую, что мне этого мало. Я завидую тем людям, которые могут сидеть на одном месте по 20-30-50 лет и быть довольными, и ничего им не надо. Я сначала довольна, а через пару лет я уже задыхалась, как будто одесса, в которой я всё время ходила, и начала меня сильно жаловать. И сейчас, за лето я опять выросла, и хоть я ещё могу надевать старое, но мне уже не уютно. Мне уже надо что-то новое, что-то большее. Вопрос в что? Я в полной растерянности, всё как в тумане, я не в всём не уверен. И я не знаю, в какое направление мне двигаться. Я уже не понимаю, от чего я хочу. У меня нет хобби, потому что для других хобби у меня это работа. У меня нет работы, потому что то, что для меня работа, для других развлечений, у меня нет интересов, потому что их так много, и они так часто меняются, что я не успеваю следить, чтобы чётко можно было сказать, это мои интересы. Я не понимаю, как мне себя впихнуть в этот со всех сторон ограниченный мир. Ну, если вы называете мир ограниченным, то впихнуть себя в него, конечно, будет сложно, потому что вы их будете считать ограниченным. Что хочу сказать, пожалуй, несколько вещей скажу. Во-первых, мне показалось из вашего текста, что ваш вопрос не про профессиональную реализацию. И мне показалось, что ваш вопрос не про поиск себя, а мне показалось, что ваш вопрос больше про то, что вы не чувствуете себя частью чего-то, то есть не чувствуете принадлежнее, не чувствуете себя, частью чего-то большего, не чувствуете себя принадлежнее чему-то. То есть человеку на самом деле хочется быть, хочется принадлежать чему-то, то есть хочется быть частью чего-то. Вы себя честно чего-то не чувствуете. И, соответственно, такая вот некая аутсайдерность, она, вероятно, всего вас беспокоит сильнее всего. Дело в том, что аутсайдерность, безусловно, неприятна. Чтобы не быть аутсайдером, на мой взгляд, приходится чем-то, ну, не жертвовать, а что-то отдавать. То есть, чтобы быть частью какого-то сообщества, чтобы быть частью какого-то комьюнити, необходимо чем-то платить. И, на мой взгляд, вы действительно можете всё, на мой взгляд, вы действительно можете всего добиться, но, как мне кажется, вы не готовы что-то отдавать ради этого. То есть, вы не готовы с чем-то мириться, вы не готовы принимать какие-то, например, правила игры, или вы не готовы принимать, может быть, какие-то требования и так далее. то есть, я повторюсь, если я прав и вы действительно хотите быть частью чего-то, то чтобы стать частью чего-то, нужно отдать часть своей свободы. Но отдавать часть своей свободы можно по-разному. Можно отдавать часть своей свободы из потребности, из желания это сделать, тогда это не жертва, а выбор, а можно отдать сейчас свои свободы из вынужденности, тогда это жертва, понимаете? И вот вам бы в этом направлении как-то вот немножко подумать, да, посмотреть, поисследовать. Следующее. На мой взгляд, вот то, что вы называете моё-не-моё, равно как и то, что хобби, то есть вот ваша такая смысловая конструкция, что моё, а что не моё, и ваша смысловая конструкция хобби-работа как будто бы носит не субъективный, то есть чисто ваш, а объективный характер. А то есть вы как будто бы характеристику по поводу того, какая деятельность является работой, а какая деятельность является хобби, берёте из меня. Ну то есть какая разница ваша или не ваша, если вам, например, нравится? Какая разница ваша или не ваша, если, например, вам это приносит деньги? И какая разница ваша или не ваша, если вам это не нравится, если вам это не приносит деньги? Вот. То же самое касается работы и хобби. Дефиниция. Какая разница, что является работа, а что является хобби, важно, что это для вас. На мой взгляд, хобби отличается ощущением некоторой свободы. Работа больше отличается, наверное, чувством ответственности и обязанности. Вот. Ну и, по крайней мере, считается некоторыми, что работа – это труд, который оплачивается. То есть, труд отличается от работы тем, что она оплачивается. Я такую дефиницию не особо поддерживаю, но просто, чтобы она была, я вам ее сказал. Вот. Вот, пожалуй, такой момент. Что касается того, что у вас интересы постоянно меняются, и что касается того, что вы растете, это очень похоже на бегство. Вот. Дело в том, что, когда человек растет, он как раз таки повышает свою способность вместить в себя. То есть, если я расту, я в себя вмешаю. Если я расту, я больше ассимилирую. У вас же происходит, наоборот, отторжение, и это выглядит не как рост, а как бегство. Равно как и я углядываю бегство в том, что вы очень быстро меняете интересы. У человека быстро меняются интересы, и он говорит, что не знает, чего хочет, тогда, когда он чего-то боится. Или когда он ставит перед собой какую-то непосильную задачу, которая, скорее всего, не реализуется. Ну, задачу, которая, ну, тяжело реализовать, либо невозможно. Вот. И, соответственно, начинаешь это делать по какому-то интересу. Вы, соответственно, просто сталкиваетесь с чем-то, что вас пугает, либо причиняет боль, и стараетесь этого избежать. Вот. Что касается... Так. Еще что-то хотел сказать. Какой-то, точно какой-то еще один момент я хотел озвучить вам. Ну, хорошо. Я сейчас уже не вспомню. Вот. Да. Вы пишите, вот. Меня расстроило, что у меня есть навсеспособности, потому что это звучит скорее как. Мне нет места в этом мире. Не очень понятно, каким образом вы делаете такой вывод. То есть, это больше похоже на то, что вы изначально себя лишили права быть в мире, а то, что вы видите вовне, просто как бы подстраиваете под свою позицию. Ну, под свою позицию. Потому как получается, ну, то, что вы говорите, что если у меня нет талантов найденных сейчас, то я не имею права жить, говорите вы по сути. Но эта позиция, я бы сказал, такая, довольно самоуничижительная. Поэтому тут скорее идет у вас обесценивание. И вот, понимаете, вот в этой вот фразе, вот что, где вы пишете, что я могу стать кем угодно, и на все у меня есть способности. Это скорее звучит как то, что мне нет места в этом мире. Так вот, а не пытаетесь ли вы найти работу и, собственно говоря, понять, что ваше, чтобы доказать, что вы имеете место в этом мире? Я вам по большому секрету скажу, что, чтобы иметь свое место в мире, не обязательно находить работу и не обязательно освоить профессию. И вообще-то вы уже имеете право на место в мире. Оно у вас есть. Изначально и априори. Ну, вы его, вы его у себя, вероятно, пока отбираете, но оно у вас есть. Вот и все. То есть сейчас это выглядит так, что вы через работу пытаетесь доказать, что у вас есть место в мире. Вот. Ну и потом, о каком мире вы говорите? То есть вы говорите о мире, но что такое мир? Это город, в котором вы живете? Это страна, где вы живете? То есть как бы что значит мир? Ну, я не думаю, что, говоря о мире, вы действительно имеете в виду весь мир. Я думаю, что вам бы здесь тоже немножечко более конкретики бы добавить, потому что с кличком это звучит обширно. Вот. Как-то так, я думаю. Такой вот момент. То есть, понимаете, реализация, если мы говорим о реализации. Реализация – это история про то, что я хочу сказать этому миру, что я хочу в него привнести. А если вам нужны деньги, то это другая история. Это история про просто работу, вот натуральную работу, где я просто выполняю свои обязанности, чтобы получить деньги, чтобы на них жить. И не всегда эти вещи совместимы. Поэтому, если вы хотите денег, то вам действительно нужно работать на особенной работе. Вот. Пока вы не нашли, чем хотите заниматься. Вот. И, соответственно, заниматься хобби. Вот. Если вам действительно нужны деньги. То есть, вы как будто бы забываете про свой мотив. Работа на нормальной работе. Знаете? Дело не в том, что нормальная работа должна закрывать все ваши потребности. А дело в том, что работа-то может и не устраивать вас. Но если нужны деньги, то... И что касается, что есть нормальная работа. То есть, вот, когда вы говорите, что она нормальная работа, у меня тоже есть ощущение, что вы здесь не с позиции с объекта выступаете, а с позиции какой-то такой объективной. То есть, понимаете, какая штука? Противоречие заключается в том, что вы вроде бы бунтарь, а вы вроде бы такая вот против, значит... Ну, против всех, да? То есть, я не вписываюсь в рамки и т.д. и т.п. с одной стороны. А с другой стороны, как будто вы сами же возвышаете эти самые общественные нормы. То есть, как будто бы вам хочется быть вот в этом самом ограниченном мире, вам хочется быть, у вас не получается, и вы уходите в антагонизм. Ну... Понимаете, антагонизм из злости — это не антагонизм. это... что-то другое. А... желание быть частью ограниченного мира, если оно есть... Ну, вам здесь надо честно себе признаться, есть оно или нет. Если оно есть, то его нужно признать. Нужно признать, что оно есть. Потому что сейчас вы его отрица... Ну, отрица... Ну, отрица... Ну, отрица... На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за... Обратный связь, если она у вас появится. Вот. Позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи! Иногда такое что-то... 跑 coming... Мы знаем их внимание.